На 9 апреля общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 1,530,000 человек. Более 330,000 излечились, около 90,000 погибли. В России зафиксировано 10,131 случаи заболевания. 698 человек выздоровели, 76 умерли. В Башкирии зарегистрировано 22 случая заражения. Шестеро из инфицированных излечились, погибших нет. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах находится 142 человека. Среди них 10 несовершеннолетних. 17 марта телеканал ЮТВ каждый день проводит опрос о коронавирусе среди уфимцев. Мы узнаем, как изменился их образ жизни в связи с пандемией. В период пандемии свой доход сохранило всего 52% жителей. Частично сохранили 36%, 7% потеряли доход. У 2% ответивших доход вырос. Что касается психологического состояния людей, то нейтральным и спокойным оно осталось у половины респондентов – 51%. Переживают и тревожатся 25% опрошенных. Оптимистичный настрой у 19% и 2% сообщили о страхах и опасениях. Физическое состояние осталось на прежнем уровне у 68%. У 22% респондентов состояние стало хуже и у 9% лучше. Пользуются услугами доставки продуктов и еды 14% опрошенных. Новые возможности и плюсы в условиях пандемии нашли для себя всего 6% опрошенных. В опросе каждый день принимают участие 300 респондентов из Уфы. Будьте бдительны. Из-за коронавируса активизировались мошенники, которые пользуются общей стрессовой ситуацией. Они звонят, представляясь работниками банка и под различными предлогами выманивают данные банковских карт. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Положите трубку и позвоните по официальному номеру банка, в котором вы обслуживаетесь.